всем доброе время суток кто будет смотреть эфир врач плечо ушла что ушла ты столько много зрителей привлекла прошлый раз в этот раз бежала ждем когда присоединятся первые зрители и начнем наш прямой эфир сегодня прямой эфир сегодня прямой эфир будет посвящен вашим вопросам очень много вопросов на которые хотелось бы ответить но к сожалению писать в комментариях очень очень вижу что присоединяются первые зрители напишите просто в чате как меня слышно и самое главное видно ли меня в этот раз я с освещением надеюсь что как бы нам поудобнее то здравствуйте неожиданно попала и вы вовремя попали на тиви вы звезда да я я очень хорошо слышно и видно спасибо большое за обратную связь да просто последний прямой эфир он вызвал столько ажиотажа людям люди соскучились а люди соскучились и попросили почаще почаще проводить прямой эфир и и вот друзья мои я решил сегодня провести прямой эфир тема сегодня прямого эфира будет это ваши вопросы то есть те вопросы которые последние дни недели приходили мне на канал очень много вопросов на которые хотелось бы ответить развернуто к сожалению в комментарии писать очень долго и скорее всего скоро в ближайшее время я наверное буду наверное не писать комментарии а делать вот такие вот эфиры где буду отвечать на те вопросы которые поступали у меня в чате да кстати про чат не забывайте пишите в чате тоже ваши вопросы у нас сегодня открытый микрофон задавайте ваши вопросы я сейчас еще раз взбаю коктейль мне так светит этот свет но я посмотрел последний эфир был у меня в темноте вот и мне не понравилось что я сидел в темноте поэтому друзья чуть позже отвечу я специально перед эфиром приготовил все коктейль вел нас oriflame это не реклама я сейчас тоже дам свой отзыв на него вот так проверю проверю что у меня там пишут так все я комментарии ваш подготовил еще одну секунду я прервусь пока пишите ваши вопросы в комментарии и мы начнем я прервусь на буквально на одну секунду у меня четвероногая так наверное звук отключу нам мешал четвероногая животное сходила туалет и мне нужно прибрать за ней поэтому буквально буквально две минуты друзья я сбегаю вы пока пишите комментарии чтобы вы хотели ваши вопросы пишите чтобы вы хотели на какой вопрос вы хотели получить ответ я обновленная не и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Когда ходит в туалет, я объясню, кому интересно, кому не интересно. Когда она ходит в туалет по-маленькому, она потом не сходит по-большому, пока я не уберу. И вот тут она, понимаешь ли, она меня весь день ждет-ждет и ходит в туалет практически только тогда, когда я прихожу домой. А тут она дождалась прямой эфир и нагло пошла сходила в туалет, а мне пришлось, чтобы проводить спокойно прямой эфир, убраться за ним. Ну что, давайте начнем. Так, и только хотел взять телефон, чтобы посмотреть ваши вопросы. Поступают вопросы в комментариях. Привет, ваш любимый парфюм. Как начали заниматься косметикой? Мой любимый парфюм до сих пор остается. Я, по-моему, флакончик уже выкинул. Мой любимый парфюм остается... Это Avon Love от Kinzo. От Kinzo Takada. К сожалению, выпуск этого парфюма уже закончился. Вот, ну, ничего страшного, двигаемся дальше. Сейчас нету какого-то, понимаете, вот такого вот конкретного любимого парфюма. Я сейчас пользуюсь и Faberlico мужским ароматом, и Avon, и Ariflame, и все. А, нет, и еще у меня есть аромат сети магазинов. Как он называется, я сейчас вспомню. Блин, вылетел. Де-факто, вот, де-факто. Мне тоже есть там аромат, который мне понравился. Я его как-то случайно увидел на кассе, думаю, что он там 2000 или 3000 стоил. Я думаю, дай-ка я его возьму на пробу. Он такой, знаете, огуречный. Но я сделаю, наверное, уже скоро пора делать обзор моих фаворитов или моих любимых ароматов, или мой гардероб ароматов. В общем, сделаю как-нибудь обзор, чем пользуюсь сейчас, что у меня есть, и покажу, все расскажу. Вот, я себе приготовил, я себе приготовил Ariflame коктейль, который я получил в подарок по шагам. И хочу сразу дать отзыв, а отзыв у меня простой. И я делаю его уже третий день. Первые два дня я его делал. Это коктейль клубничный, видимо, его всем дают в подарок, потому что я его хотел поискать отзывы, как им пользоваться, в конце концов, потому что на коробке, по-моему, я ничего не нашел, как им пользоваться. Вот, разработан в Швеции, 378 грамм, 21 порция. Я начал себе здесь вот писать, сегодня третья порция, ну, ради интереса. Посмотрел, что вроде бы как две столовые ложки, кто-то с горкой, кто-то не с горкой. В общем, я сделал два дня на молоке, ну, вкусненько так, вкусненько пьется, ничего. Но после того, как выпиваю порцию этого, этот стакан, мне что-то привкус какой-то не очень остается, мне как бы вообще не понравился. Вот, а здесь, здесь в принципе... А где я прочитал? Я где-то прочитал и решил его попробовать сегодня сделать на воде, хотя молоко есть. Ну, в общем, пробуем. Ой, нет, на молоке, конечно же, он вкуснее, чем на воде. Ой, люди там всякие бананы, мананы добавляют, не знаю, ничего не хочу. Так, а можно сделать обзор на серию ароматов Сегнам? Да, наверное, и можно, и нужно. У меня какие-то части ароматов, части ароматов уже есть на канале обзор, ну, как правило, это новинки. Вот, вы знаете, я вам сразу, забегая наперед, скажу, что это не моя, не на и есть любимая линейка. Вот, она мне не очень нравится, но у меня есть какие-то части ароматов. Я, в принципе, рассмотрю ваше предложение, вот, и сделаем. Ну, а теперь поехали. Вы пишите свои вопросы в чате, а я буду зачитывать с телефона те вопросы, которые приходили мне на канал. Вот, буквально недавно пришел канал от Натальи. Здравствуйте, вы Фаберлик больше не заказываете? Интересны, интересны обзоры ваши смотреть. Наташ, нет, Фаберлик я заказываю, просто с течением обстоятельств я не успеваю делать все прям обзоры. Поверьте мне, у меня тогда крыша поехала бы. Я и так делаю обзор, наверное, как никто не делает. Чуть ли не каждый день выходят обзоры на моем канале, но это тоже чересчур надоедает и вам. Поэтому я принимаю решение делать обзоры, наверное, все-таки три раза в неделю. И если какая-то есть срочность, то между ними, там, понедельник, допустим, среда, пятница выходят обзоры. И если какие-то есть срочности, то втыкаем их во вторник и так далее. Вот, поэтому стараюсь, ну и тоже у меня, извините, сил на все не хватает. Поэтому, ну, по крайней мере, концепция моего канала, делать обзоров как можно больше, больше и больше. Ну и качественных желательно, конечно же. Так, Алексей, привет. У тебя какой каталог рефлеймовский, номер 14, сделай, пожалуйста, обзор у нас в России пока нету, интересно смотреть. К сожалению, нет, у меня не 14, у меня 13 каталог, я его сегодня только отснял. Вы уже видели у меня обзор, на канале вышел обзор распаковки рефлеймовского заказа. Вот, сегодня я распаковал заказ и сегодня вот я сделал обзор рефлеймовского каталога. Вот пока видео обрабатывается, у меня на завтра уже стоит влог. Влог интересный, расскажу вам завтра. Я, опять же, сейчас, не знаю, сейчас еще люди присоединятся, у меня будет к вам такой вопрос. Что мы с вами завтра посмотрим? Посмотрим мой домашний влог, чем живу, чем, что покупаю, чем живу, вот, или все-таки вперед вам показать рефлеймовский каталог. Вот у меня на завтра такой график, что-то нужно показать, а что не знаю. Так, и вот, в общем, потом я еще раз вас спрошу, когда побольше зрителей будет, и мы проголосуем. Дальше. Добрый вечер, очень нравится смотреть ваши распаковки, жаль, только редко стали, редко стали выкладывать. Татьяна, ну вот сейчас только что отвечал на этот вопрос. Да, действительно, распаковки реже выходят, потому что, ну, в принципе, я хотел бы их выкладывать чаще, но пока в силу моих обстоятельств не успеваю или не получается. Кто там заказ получу, кто там получу, кто он очень большой, и нужно срочно что-то делать. И, в общем, ну, не успеваю, но я и так вам обещаю, стараюсь делать почаще. Поэтому я вас слышу, когда есть обратная связь, я вас слышу и буду стараться исправляться. Так, про каталог рефлеймовский я ответил. Дальше Ирина задавала вопрос. Добрый день, Алексей, вы что-то пропали с поля зрения, где ваши обзоры заказов. Ну, Алексей не пропал. Алексей свеженький, свежо, сидит здесь перед вами сейчас в прямом эфире. Да, действительно, очень-очень редко выходят в распаковке заказов. Я еще раз говорю, я исправлюсь и буду делать их почаще. Это у меня сегодня коктейль будет вместо воды. Так, что у нас еще? Я бы это, скорее всего, не вопрос. Это, скорее всего, не вопрос, но его пробежим. Так, ну, здесь что у нас написали? Чтоб открыть. Чтоб открыть магазин на Каспи, обязательно открывать ИП. Да, обязательно это требование Каспи. То есть, именно требование Каспи магазина, что вы должны быть индивидуальным предпринимателем. Но у нас же есть еще, кстати, в Казахстане как самозанятый, поэтому я не знаю насчет как самозанятого. Если вы самозанятый, то, не знаю, это надо к Каспи магазину обратиться, наберите колл-центр, уточните у них. Вот, ну, я ИП, поэтому я знаю, что ИП это точно надо, поэтому ИП обязательно. Хотелось бы больше распаковок, нежели обзор каталогов о Барлик. Там практически все так же. А, все так же. Ну, Татьяна, я вас услышал, я вас понял, постараюсь в ближайшие дни все распаковки снимать. Правда, в сентябре, я не знаю, у меня, мне кажется, в сентябре все вымерли. И заказов нет, и сентябрьский каталог как-то не очень. Ну, я не знаю, что у нас. У меня совсем, у меня совсем маленькие продажи, бывал товар, долго не продавался, возможно, где-то потешевле продавала, но преподносила как подарочную скидку и так далее. На Каспи только думала начать продавать. Но, в общем, тема верная. Если так, слишком занижать, это, конечно, будет обесценивать продукцию, а сами себе жлям у Капаи. Ну, про Каспий я что хочу сказать, что да, наконец-то чуть-чуть сдвинулась ситуация. Сегодня уже 5 сентября. На этот день есть супернаглые магазины, которые не хотят по разным причинам поднимать цену. Или они тупят, или они действительно тупые. Я не знаю, как еще сказать. Это просто наглые люди. Вот. Я надеюсь, что компания до конца этой недели с ними разберется и что-то сделает. Ну, хотя бы заблокируют их, что ли, на неделю. На недельку до второго. Лучше бы их заблокировали. Да, и вот такие тоже комментарии прилетают. Ты не один такой. Я хотела стать сварщиком. О, девушка-сварщик. Это круто. Светлана, добрый вечер. В сентябре деток в школу собирают. Деток в школу, Светлана, в августе собирают, а в сентябре их уже отправляют в школу. Не, ну, конечно, если у кого-то не было возможности это сделать в августе, это, конечно, в сентябре. Но я на рынке. Я на рынке тружусь. Весь рынок кипит в августе. Поэтому люди собирают. Так, ищем интересные вопросы. Так, возвращаясь к вашим комментариям. Я вспомнил, я вспомнил, что я не ответил на вопрос. Анна написала, да, ваш любимый парфюм. Я начал так рассказывать и забыл. Как начали заниматься косметикой? Я уже рассказывал, но так как подписчиков прибавляется, я повторюсь, буквально постараюсь вкратце. Всем, кто уже знает, может быть, вам будет неинтересно, но новым подписчикам будет очень интересно. Я работал, я работал в большой сети поварской, в большой сети быстрого питания. Пицца Блюз, эта сеть называется у нас в городе Мускаминогорске. Она у нас вышла всего лишь только на один город. В общем, Мускаминогорске это большая сеть, по-моему, 6 или 7 кафе. Я начал работать в этой сети поваром, и у меня практически женский коллектив. Я бок о бок стоял с несколькими девчонками в одном холодном цеху. У нас холодный цех, он закрытый, он прозрачный, но он закрытый, и мы там были в кабинке. И вот одна девушка, ее зовут Катя. Катя, конечно, точно меня не смотрит, она давно уже живет в России. И вот она занималась Эйвеном, я у нее даже что-то пару раз заказывал. И пришел в какой-то момент, она мне говорит, Леш, давай тебя подпишем, потому что ну ты парень, тебе коробки таскать будет легче, чем мне. Я говорю, ну Катя, я ничего не знаю. Она говорит, тебе знать ничего и не надо. Ты нам каталог приносишь, мы тебе все заказали, ты нам приносишь то, что мы у тебя заказали. Вот, и в общем она меня отвела за руку к тому менеджеру, кому я сейчас пришел, Ане Петровне. Это, кстати, топ-лидер, лидер Казахстана. Она меня привела, сказала, вот это Леша, он будет теперь вместо меня. Вот, ну и все, и меня подписали. Анна Петровна, помню, мне дала что-то, то ли гель для душа парфюмированный, то ли спрей. По-моему, гель для душа парфюмированный мужской дала в подарок и отправила в добрый путь. И вот так уже 15 лет, ну где-то 15 лет точно, я занимаюсь косметикой. Я стал приходить на работу, приносить каталог, девчонки смотрят, заказывают. Я это все оформляю, потом приношу им заказы, кто-то сразу, кто-то с зарплаты. И вот таким образом у меня понеслось, поехало. Вот, ну и сразу отвечу на вопрос, как стал координатором. Тогда еще, уже в 2009 году или в 2008 году, я подписался в 2007 году. Укос математики, хорошо, посчитайте, пожалуйста. В 2007 году я подписался, 16 лет, да? Вот, и уже в следующем году в коробке стали вкладывать листовку «Стань координатором». Там было непонятно, что-то дают тебе столько-то баксов, дают столько-то баксов на развитие, там на аренду офиса. Вот, и я думаю, ну блин, Малин, кто такой координатор, да хрен его знает. Приблизительно так понял, что что-то делать надо с косметикой. Вот, ну и все, и я это, я заполнил анкету и отправил. Никто, ничего мне не ответил, на эту анкету промолчали. И в итоге, когда в 2009 году компания Иван объявила, что координатором может стать любой желающий в Казахстане, ну, главное, чтобы он был совершеннолетним, мне сразу же позвонила Анна Петровна, ну, не знаю, может, она всех обзванила, может быть, она позвонила только активным пользователям продукции. Вот, она мне позвонила, я сказал, я уже бегу. Вот, я сразу же собрался, прибежал, она мне все рассказала, что входит в мои обязанности. Я, недолго думая, согласился. Ну, и потом настали тяжелые времена. Это было очень тяжело, потому что не знаешь ни продукции, ни косметики, ни вот самого маркетинга толком еще не знаешь. И было очень-очень тяжело, были очень тяжелые времена. Я работал на кухне два дня, и два дня я отдыхал. Вот эти два дня я сидел в офисе вот так вот, и смотрел, как работает Анна Петровна. Ну, не прямо уж все два дня сидел, но приходил очень часто, смотрел, наблюдал за ней, впитывал все слова, которые она говорила людям, которые также заходили в офис. В общем, вот стал, не скажу, что я успешный лидер, но, ну, в чем-то успех пришел ко мне. У нас с мужем тоже ИП, и сезон отпусков, школа, время, когда дают аванс людям на работе, время зарплаты, ну и праздники, конечно, ощущают. Да, Светлана, все так оно и есть. Я вас прекрасно понимаю, поэтому, кто как успевает, тот тогда и собирает детишек в школу. Вот так вот я начал заниматься косметикой, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пролистал комментарий, который что-то мне... Так, 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 так... Вот, знаете, еще на прошлом эфире я рассказал, рассказал, что я хотел пойти учиться поварам. Вот, и это длинная, это очень длинная история. Я сейчас попытаюсь вкратце ответить, потому что прилетел вот такой вот ответ. В общем, меня тогда не взяли, меня не взяли поварам, сказали, потому что ты парень, поэтому мы тебя не возьмем. Сейчас я расскажу вам, прочитаю комментарий, очень, очень умный комментарий. Нихера, у меня мама, заведующая в столовой, 35 лет работала. Мужчин так нормально поваров было, на судах в основном мужчины. А кто спорит, что мужчины только и должны работать? Я уже отвечал в комментарии, что вообще по природе мужчина должен работать, а женщина должна хранить очаг. Ну, давайте вспомним первобытные времена. Это сейчас, потом женщина захотела стать независимой. Девчонки, ну, простите меня, но это так. Вот, поэтому изначально было так. Мужчина должен был добывать еду, а женщина сохранять очаг. Растить детей, кормить их. Вот, в общем, мужчины все должности занимали в первое время, а потом уже началось, что женщины тоже захотели. Ну, и кто против? Ну, пожалуйста, работайте. И сейчас женщины и слесарями работают, вот, и так далее. А вообще, практически все специальности, они должны быть мужскими. Вплоть как и косметолог, и визажист, и парикмахер. Это нормально. Посмотрите, посмотрите Европу. Посмотрите, по-моему, в Турции парикмахеры одни мужики. Сплошь и рядом. В Турции, вот, насколько я знаю, точно одни мужики. Поэтому, ну, это нормально. Это нормально, мы лучше видим, глаз лучше наметан. Вот, поэтому как-то так. Теперь, возвращаясь к поварской своей деятельности, я закончил 9 классов. Это был 90... Ой, друзья, математикой вообще плохо. Короче, закончил 9 классов, был развал Советского Союза, я попал в развал Советского Союза. Меня не взяли в 10 класс. Так, при Русь, Анна пишет, у меня оба сына повара, но сейчас только младший работает поваром, лучший повара мужчины. Анна, спасибо большое за обратную связь. Так оно и есть, только так. Вот, и меня не... Вот, и я закончил 9 классов, И меня не взяли в 10 класс, но в 10-11 школа номер 15. Если кто-то сомневается, можете пойти, спросить, поднять документацию. Тогда сказали четко, дальше идут только отличники и хорошисты, потому что, ну, вот такие вот троечники, двоечники, пробольщики, хулиганы нам не нужны. Вот. Это факт, это правда. Возможно, не только в этой школе было. Школа номер 15, город Усть-Каменогорск, находится Карбышево-Севастопольское. Вот, кто не верит, пройдите, поднимайте архивы и проверяйте. Ну, естественно, мне не светил 10 класс, поэтому я с другом, его родители сказали, идите поваром учиться. Мы с ним пошли в наш кулинарный технику. Так, кто из Усть-Каменогорска здесь напишет мне, пожалуйста. Так, он находился, сейчас он тоже находится, не знаю, на Добра, Добролюбова, по-моему, если я не ошибаюсь, кто из Усть-Каменогорска, напишите. По-моему, он на Добролюбова был этот кулинарный колледж. Это вот где сейчас, на проспекте независимости, с одной стороны налоговая, а вот с другой стороны торговый дом Валентина, и вот там рядышком был кулинарный колледж. Мы с другом пришли на вот эту комиссию. В этой комиссии сидели профессора. Мы зашли в кабинет, и они нам говорят, что хотели. Мы говорим, ну, хотели поступить на повара. Нет, ребята, мы парней брать в этом году не будем. Они так и сказали, потому что вы, говорит, вы пьете, вы курите, вы совращаете девчонок, вы не даете им учиться, пропускаете занятия. В общем, от вас один беспредел, и мы решили отказаться в этом году от парней. И вот верите вы мне или не верите, ну, я сейчас говорю тем, кто писал комментарии, но это правда. Это были, знаете, это были 90-е годы. В 90-х годах люди творили, что хотели. Ну, вот как-то бандентизм кругом был. Тем более я был такой, вот знаете, как и сейчас, за правду. Все, я там начал на них наезжать, задавать вопросы. На каком основании, да вы кто такие, что вы себе здесь позволяете. Ну, и что думаете, что после таких вопросов они меня взяли бы? Нет, конечно. Я, конечно, и постучал, сказал, я сейчас пойду в Гарано, буду на вас жаловаться, там все рапыры. Ну, кто я такой, чтобы там меня в Гарано услышали? Может быть, ее услышали, но, естественно, я в Гарано не пошел. Вот, поэтому, ну, не взяли, не взяли. Конечно, я поорал там, повозмущался и ушел. Вот. И через много лет, через много лет у меня появился, ну, появляются же друзья все новые и новые. Появился еще один знакомый, у которого мама работала в этом колледже. А я уже работал в Пицца Блюз поваром. И я тогда создал, я был основателем газеты Пицца Блюз Лайд. И я приносил своим друзьям свои эти газетки. А он маме, мама как-то у него дома увидела эту газетку, ой, интересно, почитала, кто это такой, ну, вот он говорит, какой-то, какой-то. И потом я у него спросил, он сказал, что мама работала в этом колледже. Я у него, я у него спросил, ну, сейчас я уже не помню, я помню, тогда я помнил год, помнил месяц, комиссию. Я тогда спросил у него, что это было. Он сказал, да, это было так. Мама была в отпуске, она должна была тоже быть в этой комиссии по приему, но она была в отпуске. И она сказала, что да, действительно, колледж в тот год принял вот такой экспериментальный момент, когда решили парней не брать. Вот именно за этих соображений, что очень много приходят алкоголиков, курящих и беснующихся. Вот поэтому меня не взяли. Так, но дома готовлю я. Они говорят, что я лучше готовлю. Но вечно комментируют и критикуют. Анна, я вам открою секрет. Они устают готовить на работе, и поэтому он устает готовить на работе. И поэтому он типа, а, мама, ты готовишь лучше? Нет, может быть, действительно лучше его готовить? Я не знаю. Но сам факт, что, скорее всего, он на вас сваливает свою работу. Он не хочет готовить, потому что, знаете, когда я работал поваром, нет, когда я работал поваром, я очень сильно любил готовить дома. А сейчас уже я не очень люблю готовить. Надоело. А как вы попали в Казахстан? Ох! Как я попал в Казахстан? А очень просто. Я проснулся в 91-м году, когда объявили, что Советский Союз распал. Я остался в Казахстане. Я родился в городе Ускаменногорск. Я здесь вырос, вот как-то так ей попал сюда. То есть это мой родной город, это моя родная страна. Ну а если смешнее, то это, конечно же, я проснулся, когда Союз развалился, я проснулся и оказался в Казахстане. Как-то так. Сейчас сложно быть успешным в косметических компаниях, особенно в крупных городах. Очень большая конкуренция, магазины косметики на каждом шагу. Анна, это точно. Сейчас очень большая конкуренция. Поэтому я в последнее время, вы видите, мой канал начинался с Эйвана. Сейчас, чтобы как-то выжить, я ради эксперимента зашел и в Арифлеем, и в Аберлик, и пытаюсь посмотреть, сравнить, где интереснее, где лучше, где комфортнее вести свой бизнес. Я сейчас беру корейскую косметику, китайскую косметику. В общем, диффузоры у меня уже появляются в продаже. Чего только нету, кроме Эйвана, я пытаюсь в свой магазин что-то еще занести. Открыл магазин одежды. В общем, кручусь, верчусь, как уш на сковородке, потому что время летит, а и оно безжалостно к предпринимателям, безжалостно. Тем более пандемия, знаете, как пандемия сильно подкосила косметический бизнес? Я очень много выкинул помады, выкинул эти корректоров, выкинул холайтеров, пудры, потому что все в прекрасный момент остановилось, и люди одели масочки, люди дома сидели. В общем, помады я повыкидывал. Ну, я не скажу, что там очень много, ну, в среднем где-то, если уж штучно говорите, чтоб 20 помад выкинул. А вы понимаете, что во время пандемии помада стоила где-то 1200 тенге, ну, вот, считайте, 20 тысяч только на помады выкинул. Вот. Ну, а если вообще говорить дальше, косметический бизнес еще сложен тем, что когда ты берешь про запас что-то, и этот продукт не идет, он в сроки годности выходит, ой, сердечки тут, оказывается, можно делать, а как вы это делаете? У меня в комментариях полетели сердечки. Спасибо большое, очень приятно. Вот. Поэтому нет да нет, бывает, что из года в год что-то выкидываю. Но я научился, знаете что, теперь я стараюсь не дожидаться, когда срок годности выйдет, а дарю. Я дарю своим клиентам, устраиваю какие-то конкурсы, и если продукту осталось жить всего лишь год, и не дай бог полгода, то я начинаю их раздаривать. Ой, друзья, комментарии пошли. Спасибо большое. Уже стало веселее, горячее. Анна, я училась на кондитера в конце 80-х, начала в 90-х, кондитера были на 90% девочки, а повара на 70%. Мальчишки сейчас, а сейчас в основном мальчишки на поваров учатся. Но я считаю, что это правильно. Потому что это работа адская. Есть же вот эта адская кухня, шоу, да? Вот. Работа это адская. Ты в жаре. Эти кастрюли, чаны огромные. Ну, мы говорим про столовую, мы говорим про большие общепиты. Если это какая-то кафешечка такая вот, то там, естественно, сейчас, если там малопроходимость, то еще повар там за вечер сделает 15 салатов. Я делал салаты в праздничные дни более... Ой, сколько же я считал? Около тысячи штук я делал салаты в праздничные дни. Тысячи салатов. Ну, это, знаете, это кажется легко. Потому что, когда ты знаешь, что у тебя очень большой поток, ты знаешь, что ты за какой-то период продаешь 100-200 салатов, то у тебя просто стоят куча тазиков с ингредиентами, те салаты, которые надо собрать. А те салаты, которые тазиками, ой, я шинковал капусту под гарнировку тазиками по 15-20 килограмм. Фу! Зачем вы эту тему напомнили? Аж мурашки по коже пошли. Вот такие вот. Так, лучше, лучше у мамы опыта больше. Да, ну да, конечно, так оно и есть. Так, когда начала работать в Avon 20 лет назад, зарабатывала очень неплохо, а сейчас даже свой заказ не отбиваю. Слушайте, ну вот я говорил на последнем эфире, я купил квартиру, сделал рим, я вторую квартиру купил, ну в смысле, купил сначала полуторку, она была убитая, в хлам, я ее сделал, отремонтировал, то есть у меня не было ничего, мама мне дала там электроплиту, мечту, пару, кастрюльки, сковородку, ну вот что-нибудь такое, электрический чайник на первое время, да, чтобы я мог уже самостоятельно жить. вот, и все, и все остальное я нажил сам, благодаря, только благодаря Avon, вот, и когда я эту квартиру отремонтировал, там были проблемы с отоплением, в общем, я ее продал, и мне еще нужно было докопить, и я купил уже вторую квартиру, это уже двухкомнатная, здесь тоже сделала ремонт, уже было чуть-чуть, не сказал бы, чтобы было проще, да, у меня была техника, там телевизор у меня уже был, спиральная машина, холодильник, все это как бы упрощало, да, диван был, но здесь тоже была квартира, которая ни разу не делался, капитальный ремонт, поэтому мне пришлось еще довольно много денег уложить, вот я после пандемии, буквально после пандемии закончил ремонт, а сейчас такие цены, это просто жесть, я успел сделать ремонт, поэтому да, Аня, я хочу сказать, что, что, когда раньше в Avon доход был лучше, были лучше программы поощрений для координаторов, ну вот как-то было так, да, сейчас времена поменялись, к сожалению, время не стоит на месте, все меняется, все бежит, течет, поэтому, ну блин, ну так, к сожалению, так, но я в Avon не пережил ни один такой кризис, когда падали заказы, в 2008 году, в 2009 году было, тоже очень плохо был, мировой кризис, поэтому мы это все пережили, я надеюсь, мы сейчас это переживем, и встанем на ноги, и опять пойдут заказы, я надеюсь, что будет все хорошо, вот, ну а для координаторов программы стали очень тяжелые, очень невыполнимые, поэтому как-то так, ну можно похвастаюсь, ну вот у нас только что закончилась программа для координаторов, она длилась два месяца, и мы сами собирали бонус, это не зарплата, друзья, это бонус, бонус, который я получу к своей зарплате, и я заработал, немного, 90 тысяч тенге, это бонус, и вот я хочу сказать, что еще где-то 8 лет назад, 8-9 лет назад, у меня в эйвоне были бонусы по 200 тысяч, по 140 тысяч, а тогда курс доллара был совсем другой, вот это мне и помогло подняться, ну а сейчас, сами понимаете, если у меня, до этого у меня был бонус 30 тысяч тенге, ну вот как-то так, так, пропустим, какой мужской аромат взять мужу, посоветуйте, ну смотрите, я даже своим клиентам советовать, ну не могу, потому что люди все разные, вот буквально недавно хотел посоветовать фулспид, мне сказали, фу, мы все разные, я могу вам сказать, только что он любит, какие он любит ароматы, свежие, сладкие, напишите, пожалуйста, good friends, ник, good friends, такие любят ароматы, а там уже я посоветую что-нибудь, сказал, не умею советовать, Жанна, всем приветик, у меня приятельница работает в горячем цехе, это адский труд, у нее на лице, красные пятна пошли от вечной жары, роза, розация, видимо, ничего ей пока не помогло, Жанна, ну я про это и говорю, что действительно кухня, это адская работа, особенно еще раз подчеркну, это если люди работают в больших предприятиях, где столовые, или общепиты, где вот надо кормить большое количество людей, где стоят вот такие вот кастрюли, не обнять, не плакать, это да, адская работа, ну Жанна, ну согласитесь, и продавец в магазине, это адская работа, потому что сейчас столько людей, все такие умные, не так подал, не так улыбнулся, не так сказал, знаете, могут и нахер послать, это очень, самая, самая тяжелая работа, это работа с людьми, то есть на кухне, я вот вспоминаю сейчас, когда я с людьми работаю, и вспоминаю, когда я на кухне работаю, мне на кухне было комфортнее, я чаще улыбался, здесь чаще происходит, ну не то, что негатив, я с клиентами все равно, улыбаемся, улыбаемся и машем, ну правда, бывает клиент, меня чем неправильно, может я не понял, обидел меня, или бывает клиентка, сказала какие-то обидные слова, в адрес какой-нибудь компании, косметики, я не могу ее осуждать, как-то, ну это ее право, может быть до меня, и кто-то не так посоветовал, и у нее пошли, пошла реакция, аллергическая на лицо, да, ну я хочу сказать, что это все равно, все впитывает, вот этот весь негатив, который ты от людей впитываешь, и потом вот, тяжело вот эту, поймите, поверьте, так, координатор, это тот же консультант, если нет, то в чем разница, Светлана, координатор, это бизнес-партнер, компании Avon, который уже заключает договор, о оказании определенных услуг, а то есть, это набор новых представителей в компанию, обучение представителей, в общем, вся, вся последующая помощь, и ведение, вот этих представителей в компании, то есть, когда вы, Светлана, пришли в Avon, вас кто-то подписал, там, допустим, Маша, вот эта Маша, является координатором Avon, от этой Маши, вы получаете всю информацию, она вам скидывает, или в WhatsApp, или в группе, в общем, она контролирует, весь процесс работы представителя, вот, в общем, как-то так, дальше, координатора, есть территориальные менеджеры, это, которые уже следят за нашей работой, организовывают нашу работу, помогают нам, и там дальше, короче, знаете, как и везде, дохрени, дохренища, их там сидит, вот, представитель, отличается от координатора тем, что представитель, он просто берет косметику, и берет ее для себя, или берет для реализации, чтобы на этом заработать, то координатор, должен делать свой личный заказ, но он маленький, сейчас это 12 тысяч тенге, и координатор, должен приводить новую, свежую кровь в AVEN, то есть подписывать новых представителей, у меня сегодня было 2 подписки, я сегодня подписал 2 девушки, они, кстати, еще пока мы с ними на связь не вышли, ватсапе скинули мне фотографии, я охуя охуя, у нас практически все плюшки, которые были раньше, убрали планку на уровень, постоянного поднимают, цены растут в каталоге, не успеваем переобуваться, это да, коллеги, дорогие представители, я еще раз хочу, не защитить компанию, а объяснить ситуацию, вот то, что сейчас придумали, вот эту AVEN привилегии, вот это AVEN привилегии, все для того, чтобы представителю, разодорить представителя, простимулировать представителя, чтобы он делал все больше и больше заказов, и переходил на выгодный уровень, чтобы все больше и больше было плюшек у него, но эти привилегии придумал не AVEN Казахстан, эти привилегии придумал не AVEN Россия, эти привилегии придумал AVEN Global, то есть Global это, ну будем говорить, что это генеральный офис, то есть это в Европе, где сидят самые главные, то есть там люди придумали вот это, вот эти привилегии, поверьте мне, сетевой, сетевой в наши вот эти страны, бывшего СНГ пришли, сетевой пришел с Европы, и там совсем другое понятие сетевого бизнеса, у нас, к сожалению, как в Казахстане, так и в ближайших странах СНГ, понятие сетевого бизнеса, ну совсем другое, ну по крайней мере вот каталожное, совсем другое, и когда нам пытаются внедрить вот эти вот, какие-то их не устои, они у нас не всегда приживаются, потому что у нас совсем другой менталитет, мы любим все быстро и сразу, много и богато, мы вот такие вот, в общем, я не знаю, мне кажется, что сейчас проходит, вот уже ровно год, как идут AVEN привилегии, и мне кажется, что они возможно долго не задержатся, я не знаю, я не сижу в офисе, я не аналитик, я не вижу их в них каких-то аналитических, я вижу вас, я вижу ваши отзывы, я вижу ваши комментарии, и очень мало представителей, которые довольны, довольны вот этими привилегиями, поэтому я вас всех понимаю, но я, к сожалению, ничего сделать здесь не могу, ну вот как-то так, я сейчас, я сейчас, я нахожусь на уровне привилегий ВИПа, так как делаю большие заказы, 100 тысяч в каталог у меня всегда получается, у меня скидка 30%, у меня скидка 45%, дополнительно комиссионная программа, это меня, конечно, радует, это, конечно, мне хорошо помогает, ну, к сожалению, девчонки, ну, я знаю, что очень многие в Айвен приходят как клиенты, как покупатели, и они хотят покупать со скидкой, а у них, кто за доставку возьмут, кто каталог вложит, кто еще что-нибудь вложит, я вас прекрасно все это понимаю, но, но, есть сейчас очень много возможностей, когда можно обходить каталог, можно заказывать с распродаж, сейчас очень много распродаж, и очень много выгодных там предложений, поэтому подумайте над этим, кто делает маленькие заказы, кто делает для себя, вы не заказывайте его на новинку геля для душа, по 1500 тенге в каталоге, закажите с распродажи за 900 тенге, почему бы и нет, вы сколько сэкономите, поэтому я, очень многим, кто ко мне обращается, я вот этот лайфхак рассказываю, что действительно, если вы делаете заказы на, 12 тысяч тенгет, не обязательно делать его по каталогу, вы можете сделать там с разных распродаж, бывают какие-то очень вкусные акции, в каталоге очень много хороших акций, поэтому тут надо хитрить, мудрить и прорываться вперед, нельзя на одном месте стоять, и нельзя сразу сдаваться, ну вот подняли цены, но вы посмотрите, все равно в каталоге, вот сейчас да, вот сейчас сентябрьский каталог, он ну не очень, но я жду, я уверен, что компания что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку выкинет, посмотрите в октябре, какой будет кайф, вот и оторвемся в октябре, добрый вечер, скажите, а есть ли смысл выходить на Каспи, магазин Сейва, как там продажи, Татьяна, сейчас уже пятый, уже шестой день происходит переворот, революция, конечно же есть смысл, смысл есть всегда, не попробуете, не узнаете, но честно скажу, у меня сейчас продаж нету, нету вообще, что сейчас происходит на Каспи, на Каспи очень много недобросовестных магазинов, снизили цены ниже плинтуса, если вы Татьяна Эйвен, тем более вы знаете, вот сейчас допустим, фуллспид в каталоге стоит 6400 тенгет, на Каспи его продавали за 3000, то есть ниже себестоимости, поэтому выходить на Каспи, пока есть вот такие магазины, нет смысла, вас задавят вот эти вот люди, которые продают фуллспид за 3000 тенгет, поэтому, но я еще раз говорю, смысл есть всегда, поэтому попробуйте, попробуйте выходить, у меня сейчас продажи упали, но вот сегодня один аромат заказали, но у меня очень там большая корзина продуктов, у кого-то мало, у кого-то еще больше, чем у меня, поэтому смысл есть всегда, но честно скажу, Каспи жрет очень много, мы платим до, по-моему, 12 или 14 процентов за обслуживание на Каспи, то есть вы продали аромат за 3000 тенгет, Каспи в зависимости от жума там или не жума, вообще берет 7 процентов, если это жума, по-моему, 14 процентов, вот считайте, если у вас человек заказал за наличку, ну, то есть Каспи Болдом рассчитался, вы, по-моему, 7 процентов заплатите, а если он взял в рассрочку, помните, да, на Каспи же есть 3 месяца рассрочка, то вы заплатите больше процентов, по-моему, 10, я не знаю, но вот и считайте, плюс вы будете покупать материал для упаковки товара, вы будете платить за доставку иногда, там тоже в зависимости, какой у вас будет заказ, ну и вы будете это еще ездить и доставлять на склад, это все расходы, и получается, что я образно вам скажу, приблизительно, что если 100 тысяч тенге продать на Каспи, вы себе в карман положите где-то 5000 тенге, 5-7 тысяч, вот и думайте, а нужно продать 20 миллионов, чтобы заработать, но вы как собачка устанете, честное слово, сейчас, перед Новым годом я не сказал бы, чтобы у меня прям очень много заказов было, но именно в декабрь, в декабре было много заказов, ну, каждый день много упаковки, 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 вот, ну, а вот август и сентябрь, можно я вот так покажу, вот столько заказов, так, спасибо, хочу к вам, интересно, добро пожаловать, добро пожаловать, приходите ко мне, так, да, это точно, с людьми работать нелегко, постоянно, на позитиве быть невозможно, верю, верю, да, Жанна, вот как-то так, с людьми работать, в наше время очень тяжело, потому что сейчас люди озлобленные, в связи с тем, что вот эти цены дорожают, у всех кредиты, еще вот эта мировая ситуация, которая происходит вокруг нас, все это накладывается, вот эта пандемия, все это нас так разозлило на друг друга, это мы с соседями, нет, я не собачусь с соседями, я их даже и не вижу, вот, я вообще хотел сказать, что вот мы раздраженные, мы все злые, но это не все, это не все и не всюду, я надеюсь, что, так, дальше, так, почему нормальные вещи, одежда, колготки, куртки, исчезли в вейвом, я так думаю, что это все связано сейчас с логистикой, потому что логистика нарушена, если раньше, ну, логистика, ну, в общем, логистика нарушена, я тонкости не могу сказать, потому что вся эта продукция, это, в принципе, китайская продукция, у нас с Китаем проблем нету, почему, не знаю, ну, с Китая продукция приходила в Россию, а уже потом с Россией, я так понимаю, продукция шла к нам в Казахстан, а так как эта логистика нарушена, скорее всего, в связи с этим и происходит вот это вот, Я пример приведу, что вот как нам объяснили, что знаете, что в Казахстан сейчас продукция косметическая поступает с Польши. С Польшей у нас нет таможенного союза, как было с Россией и есть сейчас. И соответственно, так как Россия сейчас не поставляет в страны СНГ Эйвен по понятным причинам, поэтому на Польшу, на польский завод сейчас наложилась вот такая вот глыба заказов. То есть Польша сейчас обслуживает все страны СНГ, которые раньше получали продукцию с России. И в связи с этим стали перебои быть с разными продуктами, с ароматами, с косметикой. Но одежда, я не знаю, одежда здесь ни при чем. Так, скажите, пожалуйста, вы заказ делаете уже под клиента или чувствуете, что будет больше продаваться и это покупает под дальнейшую реализацию? Я не скрываю, Светлана, я всегда говорю, что я делаю заказы на реализацию. То есть у меня в заказе есть часть клиентских заказов и есть заказы, которые я делаю про запас. Ну, гели для душа, ходовые ароматы, тушь для ресниц. То есть настолько ходовые продукты, которые у меня всегда имеются в наличии. Гелев у меня вот сейчас около 20 штук. То есть, ну, это немного, разные виды, буквально по два штучечки. Вот. Ароматов не знаю, не считал. Но еще не забывайте, у меня еще есть склад Каспия. То есть я же торгую на Каспии, и у меня есть специальный склад для Каспия магазина, потому что это тоже, знаете, такая тонкая грань, когда я должен четко знать, сколько у меня в Каспии магазине продукции стоит. Поэтому туда отдельно заказываю, для клиентов отдельно. Каспия – это торговая площадка? Да, Светлана, это маркетплейс типа Валберисов. Только наш казахстанский, наш родной, кровный, наш любимый. Мы его все любим, казахстанцы, потому что это очень удобно. Мы на этом Каспии магазине можем взять продукцию в рассрочку на три месяца, на год, на два года. Вот. Это круто. Добрый вечер. Лиловая печенька, добрый вечер. Каспия – это банк, а в банке есть магазин. Все верно. Каспия – это банк, но у Каспии есть торговая площадка Marketplace в интернете. Мобильное приложение, все правильно. Эйвен мне хорошо помог, когда я одна была с ребенком в 90-е. Эйвен был тогда неплохой подработкой. Спасибо им за это. Теперь мне уже не нужна помощь. Дети выросли, а Эйвен – благодарность. Ну да, что-то в этом есть. Я вас поддерживаю. Я тоже сейчас, в принципе, встал на ноги. Но у меня основная работа – это все равно Эйвен, поэтому пока работаем. Будем надеяться, что ситуация наладится и будет все хорошо. Друзья, пью коктейль, кто присоединился позже, который я получил в подарок от Арифлейн. Пью сегодня вот третий день. Первые два дня я его делал на молоке. А сегодня я решил сделать на воде. Хотя молоко есть. Для чего – не знаю. Ну, слушайте, ну на воде это так отвратительно. Пахнет приятно, но так отвратительно. Ну, пить надо, потому что я с вами разговариваю, я устал. Горло пересыхает вообще. Так, а какой любимый ваш аромат? Сегодня уже был такой вопрос, но быстренько отвечу. Мой любимый аромат – это Эйвенский аромат. Эйвен Кизо. Эйвен Лав Кинзо Атакада. Этого аромата сейчас нет в производстве. Как и самого Маэстро, к сожалению, тоже нет. В общем, это мой любимый аромат. Еще его никто так не перебил, как я его любил. Вот. Сейчас у меня несколько ароматов. Я сейчас пользуюсь и Арифлеймом, и Фаберликом, и Эйвеном. И есть, вот я уже говорил, у меня аромат даже от де-факто. Да, это магазин одежды и аксессуаров. Так, вы сколько лет Эйвеном занимаетесь? Тоже сегодня поднимался вопрос. Я зарегистрировался в Эйвеном как представитель в 2007 году. И уже в 2009 году я стал координатором. Вот. Ой, друзья, ну что? Уже целый час мы с вами в эфире. Слушайте, ну надо закругляться. Я устал, и вы, наверное, уже устали. Ну, спасибо большое. Давайте еще вот пять минут буквально посидим. Добьем до десяти часов нашего казахстанского времени, потому что очень много зрителей с разных стран присоединяются. Давайте напишите, кто с какой страны. Мне будет очень приятно увидеть всю географию моего канала. Я и так ее вижу в аналитике. Вы просто не представляете, насколько это приятно, что люди даже смотрят обзор каталогов, которые, казалось бы, касаются только Казахстана, а его смотрят другие страны. Это очень приятно. Вот. Россия. Хорошо. Спасибо вам за эфир. Я из ЛНР, новый регион Российской Федерации. Хорошо. Только не пишите, кто с Дубая. Хочу в Дубай. Хочу отдохнуть, когда у меня будет отпуск. А кто-нибудь смотрит сейчас на ТНТ, идет выжить в Дубае. Вы знаете, я посмотрел первую серию. Рекомендую, посмотрите. Ну, кто любит такие шоу? Я никогда их не смотрел. А здесь... Так, спасибо. У нас 7 вечера. Центральная часть России. Крым. Россия. Окей. Спасибо большое, девчонки, за обратную связь. Где Казахстан? Где мои? Девчонки, где вы? Наверное, конкурс будем устраивать. Кого больше? Во, наконец-то, Татьяна с Петропавловска. Хорошо. Татьяна, как у вас погода в Петропавловске? У нас в Муйскоминогорске погода тепленькая. Я бы сказал, даже жара стоит. Но вот сегодня чуть ветер был холодненький. А так все классно. Слушайте, ну классно получился сегодня прямой эфир. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз такой эмоциональный был. Я больше всего ругался. Коптил. Копытами бил. Вот сегодня более такой, знаете, домашний. У меня сегодня тепло в городе. Ну это классно. Пусть тепло еще будет у всех. Не только в городе, а в душе, в сердце. Главное, пусть в сердце у всех будет тепло. Вы знаете, еще очень много прям хочется с вами поговорить. Но правда уже час в эфире. Кто-то приходит, кто-то уходит. А я-то сижу и разговариваю без остановки. Поэтому девчонки, мальчишки, если тоже такие есть. Я очень уже подустал. Поэтому еще пару минут до 10 дождусь. Так, у нас дождь и холодно. Обещают даже заморозки. Да, нам, кстати, тоже обещали заморозки. Заморозки. Ну блин, осень. Падают, 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 падают листья. Ну и пусть. И тебя это тоже ждет. Кто-нибудь слышал такое? Есть это. Есть в ютубе плохие песни. И вот там песни перепевают в смешной лад. Можно, да, я спою? Нет, мне это как-то неудобно перед вами. Здравствуйте, Казахстан. А к тебе? Ес! Ес! Мы тоже здесь. Казахстан тоже здесь рулит. Я, спасибо большое. В МЭСКэ. Прям бабье лето. Погода шикарная. Погода и у меня шикарная. И пусть еще и настроение у вас у всех будет шикарное. Несмотря ни на что. Держитесь. Держитесь. Все, мы прорвемся. Все будет у нас хорошо. Я как Кашпировский. Кто не знает. Кашпировский это с моего детства. Мужик. Который заряжал. Заряжал на здоровье. Ставили перед экраном моду. В банках. Не знаю, по-моему, родители мои тоже ставили. Наверное, я зарядился. Зарядился от него чем-то. И вот сейчас готов вам передать свой позитив. Ставьте свои стаканы, кто с чем сидел. Я заряжу вас на позитив. Чтобы у вас все было хорошо. Вот. Ну, я понимаю, Влада. Давайте в следующий раз. В следующий раз делаем прямой эфир. Проведем заряд ваших напитков. И проверим. Вы потом напишите, зарядил я ваш напиток на неделю хотя бы позитивом или нет. Я очень сильно надеюсь, что даже этот эфир все-таки вас зарядил. Наш такой домашний, позитивный эфир. Кошка что-то сегодня меня покинула. Не пришла на свое коронное место. Ну что, девчонки, спасибо большое. Спасибо большое, что присоединились сегодня к прямому эфиру. Я думаю, что Бог даст. Мы с вами встретимся к концу недели. Готовим банки. Да, готовим банки. Вы даже не поверите. Но я не могу свой монет утащить, свою веб-камеру. Когда я прямой эфир делаю с сотового телефона, я хоть мог побежать на кухню и показать. Даже я, блин, заготовки сделал сегодня. Сдачи приволок ведро помидор. И они, знаете, такие корявые всякие, но они все такие здоровые. Вот, я сейчас опубликую вам у себя в этом, в сообществе, на ютубе, опубликую фотографии. Что я сейчас перед эфиром делал? Томатный сок, друзья. Ну а что, столько помидор, блин. Нафиг они мне нужны были. А теперь томатный сок. Но я его выпью, конечно, постараюсь. Кровавую мэри водолепить. Ой, ну все, девчонки, спасибо большое за этот прямой эфир. Спасибо, что присоединились. Пишите ваши комментарии. Уже не в чате. Пишите их под этим видео. Банки для заряда. А, банки для заряда готовите. Нет, Светлана, давайте в следующем эфире. Давайте в следующем эфире, потому что я уже подустал. Я так, привет, Северный Казахстан, Рима. Добрый вечер, но уже ночь почти. Вот, давайте в следующий раз проведем эксперимент. Приготовьте банки на следующий прямой эфир. Я постараюсь заранее написать, когда он состоится. Время, как правило, будет тоже такое же, где-то в 9-8 часов вечера. А лучше всего подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик. И когда выходят мои видео, вы будете не пропускать. Это самое правильное и самое лучшее, что вы сделаете. Приглашайте своих друзей, подруг на мой канал. Вот. Дальше будет интереснее. На этом у меня все. Спасибо вам и вам спасибо большое за этот эфир. До встречи в следующем эфире. Всех целую. Идите сюда. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Быстрее. Все. И вас крепко обнимаю всех. Пока-пока. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Да пребудет сила с нами. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok